Мне нравится идея российско-китайского инфраструктурного сотрудничества. Совсем недавно наш президент приехал из Пекина, и председатель Сипри возгласил идею «Один пояс, один путь». Это означает, что Китай заинтересован в содействии всем странам и народам в создании новых инфраструктурных проектов. В частности, меня интересует проект грузовой скоростной дороги с Шанхая через Алтай и Новосибирск до Санкт-Петербурга. Часть этой дороги может пройти через Республику Татарстан. Я сам из Новосибирска, но, к сожалению, с правительством Новосибирской области договоренности о поддержке проекта я не нашел. Но зато в Москве на одной из конференций я встретился с сенатором Татарстана, господином Морозовым Олегом Викторовичем. И вот в разговоре с ним я почувствовал заинтересованность и Татарстана в продвижении таких проектов. Конечно, мои сведения об истории нашей страны, давние истории, они основаны на школьном курсе, который мы все получали в 60-е, 70-е годы. А вот интерес к этой истории пробудили уже новые книжки, новые истории, которые уже связаны с нашим временем. И, конечно, тот подход, который новых этих книг представлен, для меня очень интересен. Спасибо. Спасибо, да. А как вас зовут-то? Меня зовут Игорь Максимович. Все, Жирнов Игорь Максимович. Ну, теперь, пожалуйста, Нур-Мухаммад Афенди. Рад, что мы сотрудничаем. Да. Так что... Начало есть более чем половина всего, сказал один мудрец. Все начинается с маленького зернышка. Сотрудничество ли или зародыша какого-то. Все начинается с этого. Я думаю, что мы начали хороший путь, я не побоюсь этого слова, нашего объединения обратно в единое человечество. Пусть это, может, громко звучит, но тем не менее, я об этом мечтаю, и все мои старания и старания моего сына и моих друзей направлены на это. И то, что первая книга, презентация которой три года назад прошла здесь, «Тюркская основа русского языка», именно была выпущена первой из этой серии книг с целью найти консессус, хороший консессус, глубокий консессус с непосредственно нашими соседями, с русскими. Без этого консессуса, я думаю, что в мире произойдут еще много нехороших вещей. И если вот этот консессус состоится на равных, на справедливых условиях, не будет страны сильнее и вообще айкуменной, я бы сказал, даже не страны, айкуменной, вокруг которого соберется сначала, я думаю, тюркский, славянский мир, но и дальше. Потому что вот эта книга, не зря сегодня, это третья книга наша, тюркская основа романа германских языков, в котором, ну, по технологическим причинам нам пришлось разобрать и финно-угорские языки, которые являются тем же народом, кем являются и русские, и фаттары, и многие народы. Ну, меня уже представили, я действительно был, вот, и меня принял первым в защите у меня Мельников, зампредседателя Воздумы, ну, от него убежал наш руководитель республики. Ну, у меня дела в суде, я, возможно, вернусь в свою любимую гимназию и вот так же обниму своих детей, они, вот, увидев меня, примчались и до сих пор, как предвидим, и здоровая вещь. Извините, а можно сразу вопрос? Сколько процентов тюркистских слов в русском языке? Есть прямые тюркизмы, ну, к сожалению, у меня раскупили, у кого тюркская основа русского языка? У меня ни одного не осталось. Вот там на обложке я просто вот так взял название разных групп слов, и рука упала на эти, животный мир. Я взял и этот животный мир нарисовал, как он из тюркского языка русские слова образовались. Например, там, волк, от улах, воющий, да, камбала, комбалага, так, все знаете, что такое камбала и где он живет. Казе, казе, газ, гусь, ульдак, утка, ну, есть, кто филолог, если есть, есть такое понятие редукции, да. Какая-то буква немотивированно выпадает. Ну, это, есть такой закон, так называемый, экономия языковых средств. И вот, ра упускается, и из ульдак получился ульдак, утка. Ну, переголосовка, это, в некоторых языках, вообще, в рамках закона введен, допустим, арабский язык имеет, так называемые, детерминанты из согласных, допустим, катаба. От него происходит кита, кеотип и так далее. Вот, а у некоторых языков это так, это местами только применяется. А вот между русским и татарским языком, когда заимствования были, вот это в некоторой мере применяется, в некоторой мере не принимается. Значит, от утка, утка, вот мы говорим чулом. Кто-нибудь из южных краев есть? Чулом – это пчела. Если мы вперед поставим па, это называется в языке протеза. Немотивированная постановка какой-то буквой впереди слова. Вот по протеза чулом на русский не могут произнести, потому что это звук у них убрали. В немецком немецком остался. Через нг пишется ахтонг, а он пишется ахтонг, а немцы говорят ахтонг. Вот здесь тоже самое чулом, русские не могут воспроизвести, отсюда чулу, а вперед поставили па, чулу, пчела, ну, переголосовка. Ну, если мне, допустим, миллиард заплатят, я могу в течение года составить новый язык, новое священное писание, нанять апостолов, построить несколько монастырей, и у меня будет очаг людей, которые с новыми священными книгами, с новыми священными буквами и языком от Бога пойдут по миру и создадут новых ягловистов, скажем так, утрированно сказать. Ну, хорошо, я приветствую ягловистов, сегодня закрыли, давно надо было. Это смутияна, которая нас ослабевает со всех сторон, в том числе и в части армии, нельзя служить, живешь здесь, а защищать не имеешь права. Вот есть прямые тюркизмы, которые никто не оспаривает, которые видны коза, козе, да, газ, вось, сарай, сарай, сейчас это слово, правда, в русском языке выпадает, и его значение меняется. Есть языки, а есть слова первого ряда, которые сделаны всего лишь одним расчерком, то есть или попротеза, или ипентеза. Ипентеза – это когда вовнутрь буквы вставляется слово, немотивированно вставляется буква какая-то. Допустим, мы говорим «кусе», все знаете, что это крыса, да? Разрезаем его, и крыса, крыса, крыса. Мы больше всех немецкий язык разбирали, потому что романские языки расшибляли, находили быстро, с немецким что-то не получается. Оказалось, две причины. Во-первых, там очень много арабских слов. И, во-вторых, очень часто применяли вот эту ипентезу. Разрывали букву «Ра» много ставили, букву «Н». Поэтому вот ответить на этот вопрос легко и тяжело. Некоторых маскировали глубоко, некоторых маскировали поверхностно. «Дуешь по скребе русского, наскребешь татарин». Да, я бы сказал «Дунь» и сразу татарин появится. Я абсолютно уверен во всех отношениях, что русские – это те же татары. Недавно Путин подарил Шаймиеву, он, как вы видели, они обнялись, как два брата. И там он ему дарит, вот, слушайтесь, эти слова есть. Он говорит, я дарю вам карту тартарии, я оттуда выжиму только взял. Где мы сейчас живем, это место называлось Тартария. Я, говорит, не знаю, кто здесь жил. Я, говорит, не знаю, кто жил здесь, но, тем не менее, это написано «Карта тартарии». Я вам не благодарю, дарю. Но смысл какой-то есть, зачем вам это дарит? И говорит, я вам говорю, большое спасибо за то, что вы работаете над восстановлением нашей общей… нашей общей… он же русский, а это… нашей общей историей и культурой. А потом продолжать еще хлеще. И я считаю, что это, возможно, самое главное, самое важное, чем мы с вами должны сегодня заниматься. Тартарин и русский должны заниматься общей историей и культурой. Это же настолько открыто сказано. Это во всеуслышание. Все каналы это обкатали. В Европе поразились этому сближению татар и русских. Я думаю, Путин это не зря сказал. Я только при мне один раз сказал. И я знаю, что четыре раза он говорил, что мы те же татары. Один раз в Германии. При мне он так и сказал. Мы посчитал там несколько чиновников своих, это в Казани были. Ну, говорит, мы с татарами там дружно работаем в Москве. Вот, говорит, у меня такой министр татарин, здесь, говорит, у меня чиновник такой татарин. А потом, говорит, а что считать? Это в интернете есть. А Юсик, говорит, нас поскрестили. И весь зал грохнул. Аплодисменты. Ну, он пошел у меня рухнул и сказал, желаю тебе успехов в вашем благородном деле, коллегам. Раньше все, во всех институтах, вот старые люди помнят, наверное, все эти были факультеты, как правило, историко-филологистические. Помните, да? Почему? Потому что эти диаметры, они только могут раскрыть, да, они только могут раскрыть, что за чем кроется. Вот слово Москва, никто же не знает до сих пор. Все спорят, и теперь уже штыки землю, и никак это слово не расшифровывается, а расшифровывается. Элементарно, Мацин. Вот перед вами это Москва. Тут не все. Их мы нашли 63. Вот перед выпуском вот этой книги мы нашли 63. Сейчас мы нашли еще три. После того, как эту книгу выпустили, мы его готовы выпустить в два раза толще уже. Вот эти все, они красные, они Москва. Никто не знает, что в нашей стране столько Москвы. И больше в мире, кроме одной в Америке, там русские поселились и назвали Москва. Больше ни в мире нет Москвы. А речь, сегодня 63, зафиксирована в этой книге. С описанием этой деревни или урочище, некоторые просто урочище, с описанием координатами и найти эту Московку. Некоторые из них называются Москву, Москвы, Московка. Я родился в деревне Менеуз-Москва, Менеуз-Москва, татарская деревня. Рядом с нами 6 деревень, которые называются Менеуз-Москва. Дюртелинский район, кто-нибудь из Башкостана есть? Да. Дюртелинский район. В Чикмагулском районе, рядом с Шаранским районом, там есть огромное ровное поле, которое называется Менеуз-Москва, то есть урочище. И оно настолько ровное и настолько большое, оно занимает часть Шаранского и Чикбургского района. И там две деревни Месква, Киши-Месква, Маленький Москва и Большой Москва. В Ишилинском районе есть деревня Месква. Возле Октябрьска, сразу после Улутсу в эту сторону, Туль-Месква. Недалеко от нас село Баженово, запомните, Баженово, 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 Пекин раньше назывался Баженово. Там есть огромное поле, пустое, речки, там речушки, пустырь, и называется Московка. В этой книге описывается, как мы его открыли, как мы туда приехали, и спрашиваем жителей, вы знаете, а там стали заселяться несколько там домов, ну 4-5 домов. Там два брата вышли нам на встречу и говорят, мы спрашиваем, мы говорим, ищем Московку. Так вот это, говорит, Московка, мы несколько лет назад здесь поселились. Я говорю, а вы знаете, зачем он Московку назвал? И старики, говорит, не знаю, мы тоже спрашивали, родство какое с Москвой имеет или нет? Ну, имеете в виду, вот с этой Москвой. Я говорю, имеет. Они рассмеялись, ну какое может быть? Я говорю, мы на одной параллели. Это вам достаточно? Моя деревня Москал и все эти Москва, все они находятся минус, плюс, полградуса параллели. Минус, плюс. И все они, ну вот, смотрите, вот они. Ну, что значит для земли 50-100 километров? Ничего не значит. Тем более, вот в этих местах, в некоторых местах кряж, в одном месте болото, поэтому пришлось сместить Московки туда-сюда. А так бы, конечно, выгоднее было бы по-ровному их пустить. А потом, вы видите, вот здесь четко начинает раздваиваться. Но мы знаем, что не все Московки сохранились. Мы знаем почему. Почему? Мы сумели реконструировать, из чего состоят, вернее, что такое Москва, Москал, и что им сопутствовало. Мы нашли комплекс, это, ну, забегая вперед скажу, это место стоянки, долговременные стоянки, лагерь тысячного войска, орды. Орда это армия. Никакой золотой орды не было. Это придумано только в 18 веке. Вот, коллега не нас собрали, да. Просто взято с кондочка для того, чтобы запутать. Ничто просто так не делали. Чтобы запутать людей, чтобы не искали смысл орды. Что означало орда? Орда это всего лишь армия. А золотая орда это страна. Несистину люди не ищут орду, что такое орда. Орда это армия. И тому доказательств я могу привести вам полдня, рассказать, примеры приводить, как это орда. Вот. Они потом вот так разбаиваются, расстраиваются. А потом вот здесь, видите, вот в этом месте одна пучка. Вот Большая Москва звездой обозначена. А вот здесь более-менее опять держатся той же широты, а потом немножко раскидка. Почему? Потому что здесь теплее. Здесь климат теплее. А здесь они на лесостепной. Все исключительно на лесостепной зоне. Там, где много дров и там, где много травы. По весне и по осени. По осени почему? По осени, когда животные отсюда вы ушли, все лето здесь навоз впитывался, и вырастает трава лучше, чем это было весной. И прежде чем сделать бросок в кишлаки, знаете, кто-нибудь слышал, что в кишлак? Это у меня есть кишлак. Кишлак это все деревни в Таджикистане, в Узбекистане, в юге, на юге. Во всем Таджикистане, на юге и Узбекистане, на эту сторону, в Узбекистане, они называются один. Или Аал, или Аул. Это все равно одно и то же. Ну, просто фонетика немножко играет. Казахстан, дуб Казахстана, Киргизистан и Тубаш. Там все они называются кишлак. А у украинцев, тоже на юге, есть деревня, которая называется Зимовья. С какой стати Зимовья? Зачем? И еще я порылся в их фамилиях. Там Киштаковых, в киргизском языке не кишлак называется, а киштак. Киштаковых, кишлаковых. Это это тоже. Просто разные суффиксы. Кишлаковых, киштаковых, вот так море. Домой приедет, забейте украинской фамилией. Ну, и найдете море этих фамилий. Потому что, ну, фамилии раньше уходили, ну, из какой деревни ты, или из чего-то. Ну, это были прозвища чаще всего. Вот, вот. В этом месте, значит, идет полоса кишлаков. Это место дислокации долговременной, год-два раза, тысячной армии, тысячного войска, полк, обсловок булик, по-татарски. Полк, по-татарски булик. И в турецком, до сих пор. Ну, у нас уже военная технология, у нас ушло, когда мы были завоеваны, своими же братьями. Ну, это религиозные уже, с религией связаны. И мы стали искать, а где же, докуда уже они доходили. Вот этот вопрос нас вывел на множество новых фактов. Мы стали обнаруживать недалеко от этих московых, некоторые московка называется, москов, единственное, вот, Москва называется, но все путечественники писали, Герберт Штейн даже дважды написал, город Москва стоит на реке Москву, да, Москву. За рубежом, от Англии, там, да, у любого спросите, Москва, а, вы про Москоу, про Москоу, да, Москва никто не говорит. Это нам специально изменили, чтобы мы родство вот это потеряли, чтобы Ивана не помнили родства. Не зря это слово появилось. Посетение Москва, которую нам удалось обнаружить, это Польша. Город такой есть, Москов. Тоже не Москва, Москов. Псков, па-ба-ма, чередуется. Вот мы говорим, если кто-то в Турции был, или там, в Среди Узбе, там же, мы говорим, мин, они говорят бин. Мы говорим, они, турки вообще говорят бин, да, мы говорим, блин, они говорят, мин, да, ба-ма, чередуется, это общеизвестное, и в русском языке, и особенно в тюркском языке, и в Псков. Па-ба-ма, они чередуются. Псков мы тоже нашли. Почему? Мы стали искать, ну, я тоже бывший военный, все-таки сержант, в ракетных войсках, трагическое назначение, был командиром расчета. И я знаю, что армия просто сама по себе жить не может. У него есть интендантская служба. Минимум. То есть, армию нужно вооружать, армию нужно одевать, армию нужно латать. Да, ему нужно оружие постоянно, ну, вот представьте, трежущее оружие, оно ломается, проткнули, сильно ударили там, помяли, они же в латах, да, вот, чтобы это содержать, нужно уже кузница, без него не обойтись, лошадей. Есть такое понятие, ремонтер, я вот в деревне вырос, я знаю, что такое ремонтер лошади. Лошадь, это такое существо, на него сел и поскакал, ничего подобного. За ним столько ухода нужно. У него эти самые растут, копыта, если их, подвертый раз, дороги долго, это самое, он оголяется, и там уже живое мясо, следовательно, его надо подковывать. Подковал, у него растет, и он скоро начинает спотыкаться, и ногу ломает. Вот поэтому через определенное время лошадь нужно постоянно перековывать, а подковы тоже снашиваются, следовательно, нужны новые, а там нужно 8 гвоздей, минимум, чтобы, специально гвоздей, чтобы не поранить, и крепко посадить туда, да? А сколько нужно с собой это железо таскать? А сколько сломанные вот эти, во время, ну, понарошку драки, разбили друг другу одежду, это же надо ремонтировать, все это, в кузнице должно быть, мы стали искать кузницы, мы их нашли, рядом с московками есть кузницы, чердяты, мы натыкаемся, что ты будешь делать? И там барановки, и здесь барановки, и здесь барановки, а там живут люди, ну, какой же народ сам себе будет обзывать, что я живу в барановке, да? Ну, ну, и фамилия, наверное, баранов, ну, года пошло, не брали, наверное, мы сразу заподобили, что это комплекс, входит в этот комплекс, действительно, возле большинства, ну, 70-80% есть барановки, сейчас думаем, как называлось, это, интенское обеспечение, ведь где-то рядом должно быть, ну, я в армии служил, я знаю, что там склады, зим, расходных материалов, пищевое, это самое, да, мы стали это искать, потом, натыкаемся, там Коломна, здесь Коломна, здесь Коломна, на разных языках, потом Коломна, внутри Москвы, есть Коломенская сила, которая внутри осталась уже, ну, образ Москва, А недалеко есть город Коломна, а он стоит на устье реки, на каком месте, на Москве, очень удобно, в месте, мы западут, потому что, татарском языке, есть слово, крыле, 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 это значит, все вместе, все включено, вот сейчас, все включено, то есть, в комплексе, то, что в комплексе, это называется, крыле, возле моей деревни, мы не усть Москва, есть крылья, это возвышенность, на ровном месте, туда просто так, ну, подниматься надо, но, тем не менее, она не очень высоко, идеальное место, если даже затопит, туда вода не придет, вокруг леса нет, где-то загорится, его удобнейшее место, Щебкат Хакимов Арафаэль, вы знаете, наверное, один из инициаторов татарстанского суверенитета, у него, мы с ним друзья, и он мне говорит, когда я ему сказал, он говорит, наша деревня называется, Кырляклин, что это означает? А, говорит, я не знаю, вот, он историк, мы пошли вот этим путем, и нашли в фильме о Уварской логах массу населенных хунгатов, которые называются Кырля, с двумя ла некоторые, вот в этой книге вы найдете эту табличку, вот, как вот в этой табличке, вот в одной из табличек мы показываем, как это слово менялось из татарского Кырля, ну, не Кырля, а Кырля, Кырля, это значит, это уже, Кырля, это все вместе, а Кырля, это место, где все это Кырля есть, то есть, все включенное место там есть, так, все, а я рядом, вы за моей деревней, и есть некоторые, подаль, некоторые в города превратились, колонна, вот эти крупные, они везде, в гусьях, а в то время, самый главный, какой был? Живой, и речной, речной, совершенно верно, речной, и мы нашли, оказывается, есть реки, в таких местах, где, в труднодоступных местах, есть средние величины реки, которые называются колонна, колонна, русских, финно-угорских, и так далее, земля, и они ведут к этим московкам, или начинаются от этих клеммя, все, мы убедились, что это там, дальше пошли, а, барановки, я говорил, тухмак, на первом, мы вообще на тухмак, возле нашей деревни, ну, на нем узназка, я сразу, на одной параллели, ровно с этой Москвой, я живу, да, и у нас есть курган, два кургана, вместо одного я не смог найти, второй мы облагородили, там погройник сын Нугай Бакля-Баге, Нугай, это родственник Чингисхана, и его сын, средний сын, ТК, со званием Батыр, ну, за подвиги, он был награжден этим именем, это есть, летело коже, что такие имена присваивались, так же, как герой Советского Союза, да, или Россия, и вот мы, это наши, у себя этот курган восстановили, он был разбитый, и так далее, за это мне еще не штрафовали, но, ну, я за, юридически, я хорошо подковал, я, прежде чем начинать восстанавливать это, порылся, он не является государственной охраной, следовательно, я имею право облагородить, как рядовую, эту могилу, который не должна, под ногами, я на горе, а, из всех источников, известно, что на горе, но не на самом деле, в кучке, потому что считается, там жил ангел, местный ангел, бога Тангри, которому мы все верили, в том числе и русские, это тоже в этой книге, доказывается, очень легко, весь мир этому верен, в океане, они до сих пор, самых главных богов, называют, Тангри, 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 и так далее, в Америке, есть даже птица, Тангри, называется, она от Мексики, до, огненной земли, вот, в силу теплую сторону, пицца на языке, американских индейцев, американские индейцы, на тюркском языке говорят, это уже давно, общеизвестно, просто нам немножко, это скрывает, у них, у всех, эта птица называется, Тангри, 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 птица Тангри, то есть бога, у него оперение, всех семи светов, с оттенками, птица, ну, в интернете, стукните, райская птица, или птица Тангра, вам выйдет, вы поразитесь его красоте, вы поразитесь, как он поет, как эта птица поет, и простите, что эта птица никогда не полезет на Хальме на отмеченную чем-то территорию другой птицы, и никогда насмерть будет стоять на том, на своей территории, которую он успел отметить, и это его территория, поэтому его назвали Тангри Хошер, то есть птица Тангри. Раньше все мы молились, а в этом, в Библии есть такое, я стих сейчас не помню, в Библии есть такое слово, раньше я открывался вам другим именем, ну, там, кто писал Тору, вы знаете, кто писал Тору, да, и кому она принадлежит, там, значит, внизу дописывает комментатор, имеется в виду яхта или егола, но в самом тексте это так не говорится, да, это от юродилого, что то есть как примечание, это примечание, это это не текст, да, это не текст, это примечание, вот откройте, прочтите это, вот, жаль, я не написал, ну, по-моему, в той книге, я этот стих, где находится, я написал, или вот готовим мы его в Толшопино, или туда включение, чтобы легче было людям ориентироваться, у нас там сплошь ссылки, поэтому читать его будет немножко местами скучно, почему, потому что ну вот 6329 топонимов татар сегодня имеется, начиная от Японии, я прошу прощения, это вот Ельичейский кряж, где Московский кончается, и последний татмак здесь кончается, так и называется татмак, ступите татмак, выйдет, это место, где воины выходили, а я не закончил, это место, где воины выходили и дрались между собой, был маленький татмак и большой татмак, я уже сказал, что или не сказал, что у Ермака кличка была кто-нибудь знает, татмак, почему? И под Запорожье весь город татмак, да, мы нашли этих татмаков около сотни, они все, почему скучно, мы здесь сколько смогли найти историю этих татмаков, барановых, татарских и все прочее, мы нашли, сколько смогли докопаться, но многие трудно докопаться, просто неизвестно, и их координаты, чтобы никто нам не сказал, что этой деревни нету, не существует, и ссылку даем, где мы его взяли, где эту ссылку можно найти. И вот теперь у нас появилось, что 100% Клюмя, это Коломны, а мы нашли вгруппе истории старые карты Европы. Коломна и Клюмя, хотя мы поняли, что это одно и то же, но это разница фонетическая существует, но мы тем не менее полезли туда вглубь, поискали много-много-много и нашли несколько карт, мы два, по-моему, из них здесь приводим, где в одном месте написано Колома с двумя так же, как у нас Клюмя, и одно просто Колома, на месте Коломны, потом на других картах он превращается в Коломну, как легко спутать людей с помощью ипентезы, вставили лишнюю букву и не считаемо уже непонятно, вот таким образом мы вот до Енисейского Криажа вот последний такмак здесь, ну тут будет карта, мы быстренько их провистаем и эти такмаки, которые мы нашли, мы их отдельно обозначили, покажем, да, дальше вот здесь среднесибирское плоскогорье, помните, наверное, со школьницами, довольно широко идет, но там есть одно место, где русло реки почти параллельно течет, параллели, да, а потом возле Дальнего Востока, задевая вот до Пекина место, есть равнивное место, ну, с плоскогорьями, мы, конечно, думали, если это там, что татария, написано везде, во всех картах, мы сотни карт таких нашли, сейчас вся Европа перевела все свои эти самые на электронный вариант, мы уже в России почти половина всего переведем архивы, ну, которые не рассекречены, а которые рассекречены, рассекречены, да, а где рассекречены, остается что много, я думаю, скоро их рассекретят, ведь мы найдем хороший общий язык с русскими братьями, я думаю, они с удовольствием это, это будет нам пуль, обеим будет в пользу, я уже сказал, мы к чему пришли, здесь московки обрываются, а там плосковорья, действительно, там армию содержать невозможно, ну, чуть выше можно содержать, но там холодно, ну, конечно, в летнее время на какое-то время можно подняться, продержаться, допустим, в самой середине лета, можно чуть-чуть продержаться, а потом вот уйти в сторону Бейджина, Пекина, Бейджин, здесь мы сейчас покажем его, мельком, Пекин назывался Бейджин, это столица, так называемой Пега Орды, сейчас осторожненько об этом русские источники пишут, из рассекреченных источников становится известно, что там была Пега Орда, по-русски называют моя, но фактически это Бейджин Орда, Бейджин, ну, Жин, это сбор, собрание, Бейджин, то есть в какое-то время, когда лошади расплодились, варашки расплодились, и так далее, а в армии, чтобы солдат мог долго служить, не с хорошими артериями, чтобы холестерин не садился, вы знаете, да, что такое холестерин садиться, кормили не старше одного года барашками, отсюда условно барашка, дарень, по-татарски дарень, это до года овечка, да, поэтому не овечки до года, до года, поэтому не овечкины, а барановки, которых живут, мы прямо так и назвали, чтобы человек задумался, а почему барановка, их так много, и причем они в тех местах, где русские появились, совсем, совсем, когда, да, вот этот комплекс, когда мы поняли, что вообще-то вместе, мы стали уже целенаправленно искать, вот здесь должна быть Московка, ищем по-разному, по-разному, и находим Московку, потом приходим, здесь барановки не хватает, ищем барановку, находим исчезнувшие деревни в таком-то веке, идем дальше, там нету крыльяна, ищем, ищем, и находим, но не везде нашли, конечно, где-то некоторый процент все-таки остался, потому что за такие годы, вы знаете, сейчас Сибирь превращается вообще в пустыню, там китайцы завоевывают, печально, все-таки все-таки да, это из-за того, что во времена Ельцина успели отдать все в руки людям, мата не наша, да, и сейчас собрать, отменить все эти заклоны, которые тогда успели вести, и так далее, и так далее, это сейчас я даже поражаюсь, как у Путина еще хватает как-то выворачиваться и держаться как-то и еще поднять что-то, хотя, конечно, у меня есть некоторые обиды в отношении его, так это, ну, легко устранимые, но тем не менее, но то, что он пытается делать, это, конечно, действительно героизм, придет время, всех будут ругать, и Крушова ругает всех, а Путина все равно будут помнить, честные люди будут помнить, хотя, конечно, я знаю, что и среди военных есть люди, которые видят, что страну все равно продолжают разорить, а ты попробуй отними сегодня, имея такую конституцию, священную частную собственность у тех, кто хапнул в одночасье огромным своим трудом, да, только у нас забирают, у нас хорошо вот, поэтому вопрос это такой очень сложный, зиться на Путина за то, что он до сих пор так и не смог все вернуть тоже несправедливо, хотя, если бы он со мной встретился, я кое-как и не показал, я бы с удовольствием всем поговорил, есть такие пути простые, вчера у нас встреча была, я поразился, что так много татар, которые мыслят так же, как и я, что нам надо объединять, в конце концов, на своей земле, почему там бронштейны и так далее у нас хозяева, ну, они тоже в определенном размерах, вот, так вот, таким образом, нас еще, почему нас на Дальний Восток повело, потому что московки-то продолжают, московки кончились, а татарки-то продолжаются, татаршина, татаровка, татаринка, татарская и так далее, и так далее, идут, 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 и идут, они рядом, значит, они имеют какое-то отношение, действительно, что означает татарин, что означает слово татар, до сих пор никто не может сказать, мы нашли, это, мы в японском порылись, в китайском порылись, в корейском порылись, везде слово та или та-та означает большой, великий, длинный и так далее, у японцев длинная самурайская меч, там есть короткие и длинные, он называется Адан, опять Ата, отец или старший в некоторых чуркских языках Ата, Ада называется, Та-та это есть старший, а над кем старший, мы знаем, что ханы и шингизиды здесь были командирами, кстати, каждый шингизид обязан пройти, но если он не был более на отражении, он обязан был военную службу пройти, в качестве генерала у Тимура сохранилось уложение Тимура в Англии, военные историки может быть знают, в Англии и в Перси сохранились уложения Тимура, он там рассказывает как у него была армия раскрывает и слово орда, она совпала когда я прочитал, я его поздно нашел, что эта армия действительно мы поразились что она является орда это и войско и территория которая способна прокормить это число животных вот этой территории на данной территории один к одному вот мы столько вещей идем приходит и доходят какой-то документ который подтверждает да, вы правы были таким образом когда мы до Дальнего Востока нашли мы увидели что там может татары переходим в Японию татарский пролив ищем старые карты в старых картах а там еще татарский залив теперь его это стерли ну татарский стирается потихонечку мы знаем что татар этих тапонимов татар должно быть много потому что во многих комплексах его не хватает мы уже сказали в любимой доле возле Москова есть татар а в довольно большом случае их нету и должно быть больше почему больше должно быть потому что есть кроме этого джеля и кишлаки это крайнее верхнее и промежуточное если это длинное но у разных были разные ширины вот эти полигоны маршрутные полигоны по которым они должны а раньше скажу здесь шаст шастали разведчики ватикан ватикан самое острое оружие мирового жречества католик католицизм да это острое оружие и каждый кардинал это есть маран у меня есть список кардиналов не полный список которые были маран маран она иногда пишется с двумя иногда с маленьким маран маран это ну как представитель некоторых наций которые ради экономических или политических соображений принимает другую религию другую веру и они остаются приверживаемся своей религии то есть первой своей первой религии на виду он якобы поменял да ну вот мы знаем врожден стал тратским нормально ждали киркштейн стал сербовым нормальный ждать и таких много примеров много куда-то я но очень важная татарский пролив татарский пролив татарский пролив ну думаю все кончается здесь я говорю сынок атака это посукаем что там в Японии а я уже знал что самуральские вещи изготавливаются в татарапичах до сих пор татарапроцессом вы можете в интернет зайти и спросить теперь это открыто первым об этом писал Макаришов Герцен еще в савское время но просто это бегло афива и больше никого никого не интересовало а потом недавно Рафаэль Хакимов туда съездил и позировал есть газета бизнес онлайн и вот там он стоит с этим самурайским мячом и говорит что вот это изготовлен татарапичах татарапроцессов и я говорю а татарапуримы мы нашли пять татарапов с координатами есть есть озера есть острый дом большой есть пик гора есть река и один вот боюсь соврать по-моему населенный пункт это в Японии найдете гарантия если не найдете позвоните мне а здесь вы указали координаты сейчас по координатам можно найти любую есть программы которые быстро вам в Японию разошли ну вы знаете что там два раза было наплыв этих буддистов но буддизм многие наверняка уже знают народ продвинутый это всего лишь ответвление христианской веры можете просто сравнить начиная с торы еврейская правовая школа называется галахическая да галах а вот в буддизме это называется гулах а если к монгольским буддистам поэти у них вообще галух стукните в интернете вы это увидите я не помню писали мы успели сюда ввести или нет по-моему нет сюда не вошло это но тем не менее вы можете это проверить сейчас все проверяется то есть это говорит о том что корень один изготавливались эти религии один и друг вы узнаете что буддизм по крайней мере состоит из трех крупных ответвлений ламаизм сам по себе буддизм да и индуизм да эти религии внедрялись мы посмотрели когда они внедрялись но в эту книгу мы не успели его ввести нельзя объять сразу необъятное надо было его к одному времени выпустить потому что время идет мы разрушаемся а оружия нет а это оружие вот эти книги они оружие которые должны нас объединить заставить задуматься туда ли мы идем тем ли кищимся кищимся гордыня самая худшая любая религия говорить это гордыня это самое худшее мы должны вот это выбросить сказать нет мы единый народ должны в одном направлении делать но не обижая при этом друг друга тогда сильнее нас никого не будет потому что хлоп лучше всего растет там пшеница лучше всего растет там металл лучше всего там добывать и так далее и так далее вот чем и лапитная россия поднялась после революции да когда сталин перехватил когда понял что происходит а он понял это через что вы тоже знаете наверное это из-за крыма путин не зря крым закрыл и не зря даже уголовное преследование ввел когда новая статья появилась да кто говорит что крым не наш тот должен подумать это или нет ну хотя это мы можем говорить это татарская земля но я поскольку знаю что мы одной крови я считаю что путин прав я думаю настанет время когда он будет да сталин это понял когда решено было продать крым джойниту есть такая общественная организация самая еврейская организация конечно да но не просто еврейская еврей может отличается да самый крупный отличие это сефарда и ашкеназы но кроме них еще внутри них тоже есть разные евреи да поэтому всех тоже грести тяжело но это самые такие евреи которые ну как скажем сионистского только вы знаете что такое да может кто-то читал дугл сирид спор о сионе посчитайте в интернете есть пока не убрали это очень полезно будет любого национальности прочитать дугл сирид это англичане счастлив крови он выяснил что бегон владимир яков да это было конец 70-х годов у нас процветает интернационализм не против какого народа нельзя даже чуть-чуть справа как бы тебя и в это время выходит книга ну вот тут старшего поколения люди помнят тогда в каждом городе были кучка интеллигенции которые гонялись за бестселлерами которых иногда и КГБ это считало не совсем законным да но за это не сажали но эти книги изымали даже угловой книги он против алкоголизма выступал до Жданова Жданов его еще не только даже это изымалось люди не понимали видимо что какую угрозу несет вот этот алкоголизм культурное питье а татарей раньше не пели совсем и русские когда они были татарами тоже не да и весь мир держали весь мир держали это наша общая история как бы сегодня кого какая гордыня не уводила это наша общая история рано или поздно они признают и скажут это наша история так вот сталин ну это были голодные годы после страшных голодоморов которые некоторые использовали опять-таки для улучшения энного количества нашего населения особо татары пострадали мы знаем чьими руками это делалось вот в эти тяжелые времена после гражданской войны все в руинах деньги нужны восстанавливать потому что запад готовится к следующей войне стали вынужден согласиться на протянутую руку джонета из-за океана те говорят за 90 кто если помнит поправьте меня 93 или 98 миллиарда рублей долларов по тем временам это такое состояние нам не снится и Сталин не снилось страну восстанавливать деньги нужны он согласился на это я сразу поставили на стол даже до переговоров 10 миллиардов рублей просто на стол положили вот расходуйте и думайте ну Сталин думал думал туда пустил своего разведчика и оттуда его разведчик докладывает это есть сейчас в открытом интернете Сталин докладывает что после того как здесь будет а крым остается якобы в составе россии российской федерации будет называться еврейская автономная советская социалистическая республика и там нужно будет чтобы они свободы себя чувствовали потому что к евреям относятся немножко косо нужно будет освободить эти земли в 98 93 миллиарда такое время ну сталин позарился согласился и дал команду освободить эти земли ну каким образом произошла депортация депортация прошла страшно вы знаете да многие народы это помню до сих пор бередят это ураном конечно печальная штука не красит никого ничего не поделаешь это уже не вернешь но тем не менее дальше жить и вот когда ему доложили что когда это а там было заложено как каждая союзная республика имеет право выйти из состава разведчик доложил что после того как это будет будет создана эта республика туда придут американцы на помощь восстанавливать и так далее и так далее бизнес там делать ну самый короткий анекдот вы знаете наверное кто знает самый короткий анекдот еврей груши не взял артер 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 еще привык ровно это синевар артист естественно те пахать землю не стали сады уничтожаются а Сталин когда это узнал финансировать деньги туда бросать перестал проехать встал деньги ниоткуда не идут земли пахать не хочется и оттуда начался отток населения понятно нового населения а близежащие регионы там балкарцев пищи ингушей и так далее там 20 народов выселили оттуда там огромные земли остались со святой садами но когда Сталин понял что это безопасность страны черное море если дорог закроется что произойдет отток половина страны будет паралич сходу Сталин прекратил всякие общения с Джонитом 10 миллиардов не вернул просто с ними разговаривает ну к нему не может зайти и в итоге это аннулировалось все а вы знаете лига нации превратилась в ООН это тоже инструмент мады и не наша ну конечно Россия правильно распоряжается возможности но тем не менее это все равно модель не наш он был создан для других целей хотя так вывеска хорошая но если на клетке слона увидишь надпись мой был по не верь своим глазам сказал Козьмон Прудко Сталин когда это прекратил отток оттуда пошел крымская земля заполнена другим населением он сейчас возвращается во время Хрюшева а вы знаете что в ООН СССР специально включил еще с единицей голоса с правом голоса Украину и Белоруссию помните да такая новая это было не зря сделано под этим лежит вот этот же крымский вопрос Хрущев ну поскольку страна крепкая мы все так верили я советский современный человек я никогда не думал что СССР когда-нибудь расплодится и вот когда с той стороны стали требовать верните 10 миллиардов с процентами которые вы куда деваться ну и РСССР как тот который заключал сторона взял и толкнул туда в Украину состав Украины Крым чтобы Москве не предъявили ну никто это сейчас в Украине не то в Украине сегодня не украинцы правят поверьте что там в интернет зайдите кто управляет кто такой яйциню узнаете кто национальность и кто там это Порошенко это те же мараны поэтому это тоже не получилось но теперь оно нам вышло немножко боком но Путин все-таки вовремя смелость проявил немножко нарушил норму считается но кто как считает и Крым все-таки он во время охватил сейчас бы там был второй Дмитрий Петровск вы зайдите в Дмитрий Петровск и посмотрите какие события там происходят сколько раз туда приезжал там Яху и другие товарищи там был бы Новый Израиль но я не знаю плохо это было или хорошо но мне что-то не хотелось чтобы это Крымская татарская земля русская земля а потом она вдруг стала каким-то штатом Америки или штатом Израиля мне в общем-то не хочется я думаю многим кто-то здесь сидит этого не хочется но немножко я в сторону ушел но мы должны быть политически грамотные мы интеллигенция совесть нации и должны то что знаем и по Корану сказано то что знаешь его а я вам дал книги которые вы можете проверить каждое моё слово вы можете проверить по координатам пройдемся по Москве запустим друг мой это Москва Московки вот это белая правда это нарисовано шпионами которые торопились естественно допускали ошибки причем они делали на карте которые другого времени вот она белая орда при нашей реконструкции хотя бы вот это место запомнили это Кольский полуостров у нас единственное в этом месте мы не отбили часть Булгарии что она вот сюда относится только вот в этом месте у нас есть нестыковка мы тогда еще вот ту карту с этой карты не сравнивали мы думали зачем на сколько это частей разделено по какому принципу разделено в Европе делили вот эти шпионы там же написано наверху империю Московитику Тартарии Магнов великой Татарии Московской Империи вот эту часть мы не понимали почему он вот эта часть это красный вот это зеленый почему вот здесь еще одна такая штука габразная загибулька а потом догадались вот сейчас мы друг на друга у нас эта самая программа должна была друг на друга их навести и они сошлись только кроме вот в этом месте вот в этом месте у нас не совпадает в остальных местах все совпадает это белая орда главная орда потому что на этой стороне правил Баты и его дом и только из этой орды из белой орды разрешалось выбирать по тюре отсюда слово Тора в Коране в больших вариантов аятах Всевышний ругает эй вы евреи и назареи зачем вы книгу которую я в муси отдал коверкаете почему вы там меняете слова почему вы смысл моего писания искривляете и людей ведете в заблуждение ругает туре откройте ну у кого в гостях был у каждого татарина есть трехтем томник тот артельного мало суздаве то есть толковый словарь татарский язык там вы найдете туре что означает это означает закон но это не полностью Могарачев тот же герцен они пишут что туре это сердцевина законодательства ясой чингисхановской ясой в котором заключается порядок престола наследия это самый жесткий жесткий жесткое место закона где налево направо расстрел если кто-то заикнется против какого-то пункта этого порядка престола наследия он должен был подвергнут смерти почему потому что государство должно управляться людьми которые мата и наша и никто не мог чтобы туда войти макран какой-нибудь или еще кто-нибудь чтобы управлять и увести людей и грабить его изнутри к этому времени уже были известны случаи когда в персию вторглись до разграбили и так далее и так длинный список вот поэтому туре они искали для себя вы обязательно откройте левиты в библии есть раздел левиты он не очень большой много времени не займет но вы внимательно его простите и вы поймете суть всего что происходит если умно прочтете и особенно если мою книгу немножко к этому времени прочитать вы поймете как устроен мир и почему он такой и почему маленькая курска жрецов сегодня командует всем миром всей экономикой в их руках вот против этого мы должны придумать антиянея пока этого мы не найдем а мы можем найти только тогда но забегаем вперед скажем главное оружие тех кто держит сегодня мир в своих руках 90 процентов богатства в их руках их главным оружием являемся мы мы нации народ ибо принцип разделяя властвую это самый главный самый мудрый принцип который был придуман но самый подлый появились я знаю на сегодняшний день в мире существует 2300 примерно нации и где-то около 250 стран каждый из которых копят оружие горло и из каждого года его обновляют 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 тратя больше половины своих ресурсов на это дело а земля не вечно может нас так кормить и вооружать земля истощается а мы на одной лодке где-то коллокс начнется нас всех земля скинет с себя вот хотя бы ради этого мы должны вот этого главного оружия их мады имени наш лишить мы должны искать пути объединения выкинув гордыню на своих вот это гордыни держит вот это есть белая это главная часть орды главная часть великой татарии до 18 века нигде нет слова золотая орда орда это армия это белая здесь ханские ханские земли вот эти территории кавказе кавказ приморье полностью а вот это профессия это орда средней руки которая является ну вот сейчас Путин создал по принципу той же тех же времен гвардиру потому что собрать рядом с собой быстренько круг тех кто начнет реализовывать допустим оборону или еще что-то вот это средняя рука орда их москов и видите они по спирали просидели какие у них туры были они такие же но только они очень близки а еще ямская служба была в книге мы черным там условно в отношении посмотрели там несколько карт наших есть каждый из них опять-таки описан его адрес и так далее и его координат вы можете найти эти ямские ям ямские ям ямная и так далее их мы нашли где-то около 200 до сих пор сохранившихся ям слово татарское откройте эти володьские слова русского языка отсюда слово ям это почтери почта работала по принципу эстафеты через каждые 20 километров стояли ямские станции где можно поставить где можно лошадь накормить лошадь ничейной государственной у каждого ямщика колопатчик ближе к теме хорошо ну про ям ямские я сказал потому что вся сторона была разделена на квадраты и в течение мы посчитали среднюю скорость лошади меняли в течение полсуток до крайней московки московки весь доходило что надо собраться один добегал второй уже ждет самые лучшие лошади схватил побежал дальше а если очень даже быстро нужно луки пускали вперед опускали до полкилометра лучшие стрелки волнеоносно армия начинала стягиваться сюда а здесь уже тесно и вот они начинаются на два на три мы потом покажем как они разделялись и покажем почему именно здесь на два разделились мы докажем это веслов вы просто посмотрите и скажете мы нашли вот смотрите они здесь широкие места смотрите вот здесь длинно но очень густомосковки а здесь вот они реже чувствуете да но их пусть короче мы нашли крайне делал который называется шилов шиловка жилов жиловка некоторые даже не поймешь почему жилов почему жилов жиловка и причем в некоторых из них нерусские живут то есть это крайне жилов жилов кто не знает литовка да литовье да самый крайний литовки мы нашли в литовье и по ним провели и потом оказалось вот вторая карта которые это была красная белая вот эта синяя она точь-точь на него попадает накрывает то есть это синяя орда орда левой руки армия левой руки ну кто военные знают что есть у фронта крылья да применяется такой термин да такое крыло фронта такое левое крыло фронта и правое крылья вот это были крылья откуда не появилось двуглавый орел с двумя крыльями с двумя головами потому что головенствующий двумя условно где юрии считались что оба сыновья Чингисхана равновелики и их дома дом 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 Чингиза дом Матыра они одинаково но это было ровнее если можно так применить слова эта сторона была ровнее только отсюда допускалась выбор хана великого хана здесь ханы чингизиды вот этими тысячами командовали потом их поднимали выше они туменами командовали это десять тысяч подчиняется вот десять этих подчиняется одному туменю он тоже здесь сидит в одном из центральных мест и эти пока туда-сюда ездят демщики сообщают что там в армии как происходит и татары я сказал сколько всего басков прошли а татар четыре раза больше почему а потому что они были и возле жил и возле мы просто карту не успели сделать возле кишлаков так макет точно так же мы несколько так маков вот здесь нарисовали вот эти фиолетовый это так так вот крайне так это возле нового сибирь красноярск возле красноярск огромное интересное обещать так маленький так мак возле деревни это воины выходили между собой между делом а потом грандиозные побоище устраивали 2000 друг на друга разрабатывалась операция татарами а татарами жили в 10 все они находятся от москов 10-15 километров разрабатывали его детей это были своего рода теперь назвали комиссарами в английском знаете чуть а вы его напишите чуть как он пишется если его по бухте написать это татар решительный шаг по английскому кто знает английский решительный шаг это татарский шаг внушить мальчика хорошенько внушить мальчиков всыпать татару то есть и там помнят знаю основа тартар откуда появилось мы тоже нашли мы спускались вниз вниз и нашли оказывается матвей парижский правая рука папы римского назвал что они как будто вышли из тартар как вышли из тартар и все подхватили это это не татарый а вышедший из тартар сначала так и говорится вышедший из тартар приближается к нам а потом все это в картах ну попробуй ватикан в середние века против папы римского кто-то из истории может помнить это стояние на коносе это когда французский король ослушался один раз папу римского ему пришлось неделю стоять на коленях перед его ходить на коносе это крылатое выражение это когда человек мошкодил потом идет стоит и просит пожалуйста прости меня вот один раз француз один постарался и все ему стало плохо больше никто не захотел и Сигизмунд Герберштейн обязательно прочтите записки о Московии там есть приложение переписка Сигизмунда Герберштейна этого посла ну и разведчика ну каждый по словам он пишет открыто там пишется что главная война всякая священная война это война в этих чурков почему потому что тюрки до сих пор хранят первую релию там я вам рассказал словами наших врагов какие были тюрки да они хранят ту справедливую религию которая была нам не снится такая справедливость которые знают язык какой был тюркский мир до сих пор занимает огромную территорию да знает тех времен молитвы знает те письмена знаете у народов отобрали звуки фонетику смотрите какой перепад у татар есть и так далее 12 звуков которых нет в русском языке а потом переходим в Россию в ту сторону у немца есть с умляутом наверху две точки да это 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 и так далее нг а потом они ахтуных не говорят атом это наша как случилось что на руси которая относится к индоевропейскому языку почему у них этих слов этих букв нет и звуков и звуков почему нет а у тех появляется потому что никто не думал что когда-то когда-то нос перекинет и задаст вот этот вопрос поэтому стремились любой ценой уничтожить в интернете недавно рассекретили из русских источников не помню ключевский мы приводим здесь выдержка туда там не доубь он тайный советник переписку ведет с павлом и говорит я не понимаю зачем турцию просто так разделять и сегодня куда-нибудь не присовокупить его части вопрос говорит больной куда его присовокупить разрушение все придумали как турцию разрушить а куда эти части делать они же головной болью станут они сейчас там где-то не проедешь где-то фертня всегда хуже когда где без власти это же мародерство начинается и все остальное где есть власть хоть можно обратиться и попросить помощи но что тут нас грабят просчитать это место обязательно это поэтому туда вставить идем дальше а вот эти вот эти коричневые виде вот эти красные московки вот эти коричневые это кульяна в Европе все господствующие высоты занимают мощнейшие крепости которые называются катарскими а если покопаетесь и спросите а катар и самоназвание катар как было болгар а здесь болгарская бунгария мы его увеличим сейчас посмотрим здесь нет москов это балок городские и ор значит это территории которые гражданские которые обеспечивали армию всем необходимым оттуда эти место сбора ну военные люди знают у нас есть секретное хранилище продукции воды на случай войны на случай войны вот так здесь то же самое были места колонны колок где сосредотачивалось ну откуда-то привозили одежду отсюда привозили базы да базы крупнейшие а потом оттуда на юрких таких я их привожу название и цирку специальных кораблях которые назывались колонны развозили это территорию это на местные клюляна вот как вы говорили откуда уже непосредственно это тысяча забирала все вместе все что нужно все там есть все в окно вот это Бунгария волженская Булгария камень предкновения татар это из-за этого татаристы булгаристы появились одни говорят что мы булгары другие мы один народ просто это гражданское население которое обеспечивало а татары это та часть этого мира мы национальность этого мира даже назвать не можем но прилепилось это от того что действительно татар уважали это были всезнающие всеумеющие самые отобранные бывшие воины которые прошли определенную школу плюс там уйгурии уйгурии это было сколково со временем а где первопечатки не именно там сегодня это уже акцем то есть там был мозг государства там было всякие изобретения все новшества там водились оттуда начинались вот в той это мы показывали дальше идем вот это клюна вот эти были толкмаки они больше всего сохранились в башкарстане потому что здесь не очень громили башкир башкирские деревни поэтому тукмаки многие силы уцелели так вот это сможем прочитать империю московитикус тартаря магна вот это третья орда третий четвертый орда это вот средняя рука орда входила белую орду бакуи воду а это вот ну видите тут совсем неправильно они еще не изучили тихий океан и даже японию сюда еще не знали не включили вот она пега орда так называемого русских источников очень мало о нем очень мало пишется только период распада его более-менее описан бейджин вот здесь они строят город бейджин большие то есть ну здесь климатические условия мягкие хорошие здесь территория плоскогорье небольшое и равнина хорошая трава растет и уйгурский така рядом да естественно здесь было хорошо и пока романовый уничтожив армии изнутри романовый мать романовых романова первого царя романовых неизвестно неизвестно происхождение любой еще широкорадовый форты знаете александр широко историю русский военный историк очень долго копал очень да хорошо изучил романов каждый день их восстановил и не смог найти ни в одном источнике кто же был матерью Михаила романова первого царя романового которые пришли пусть и смуты когда двух он же дмитриев попробовали сюда внедрить и обоих по воле сущей убьет татарин и путин говорит о том что а вы знаете ну это вы все слышали наверное совсем недавно было он дважды это рассказывал обыкновенный гражданин он на 4 ноября об этом дважды может больше говорю но я два раза слышал обыкновенный гражданин этнический татарин минин казна анкудинович минин а вы смотрите фамилия минин русских есть нет анкудинов нет татарской собрал пожертвовал он был очень богатый человек отдал все свое имущество собрал у населения по Волжии сколько мог набрал на это ополчение потом пришел нашел пожарство пожарское немножко болел поднял его и сказал вот тебе войско я не воин давай спасай а пожарский по матери это тоже известно но у него отец тоже был татарин только раньше обрусевший да вот это скорее всего русский это татарин для меня это вопрос абсолютно не требует какого дела столько перерыв не все напишешь это надо написать вот 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 здесь есть река течет как называется колыма куда посылали колыма каким словом были когда раньше назывался это обеспечение шло да вот здесь плоскогорий и тайга в эту сторону здесь собиралась все необходимое потом морским путем доводилось сюда мы нашли следы где это разгружалась где была для кижинской пегарды но в следующей книге это будет указано мы координаты пока это не указали но потом мы его обрисуем найдем еще детали и также с математической точностью укажем что это такое но тут еще они не знали японию не знали татарский пролив что япония тоже является частью татаре а мы японский язык вот в этой книге мы из японского языка очень много слов приводим у них музыка однако одному нашим я с ними встречался они плакали после песен после прослушивания песен наших лучших певцов и говорим мы же один народ это много слов которые похожи на наших а вот в этой книге как прослыка местами их слова приводит и китайцы слова приводит китайский труднее искать потому что они татар не могут сказать тата да да вот эти части они каждый из них имел свое предназначение а это сейчас была военная часть полу военная полу гражданская потому что в перемешку там были балокур вот мы знаем только волженскую булгарию мы знаем балкар кавказа мы знаем болгарию а знаете вот эти юлиан марка паула они писали знаете вот дословно я вам скажу мы там приводим цитату одного из них они ханы ханы не про одного хана ханы разделили всю скифью сегодня спорят чья это скифья это мы дюрки дюрки бывшие русские а теперь теперь спорят да спорят и татары и русские нужны фактически один они разделили всю эту скифью на полосы и в летнее время они поднимаются значит уже знали широты хорошо поднимаются на северные широты а летом а зимой опускаются на южные широты там зимую а потом повторяет этот цикл еще и еще и каждый глава а почему не хан теперь глава 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 это кто чего-то да это голова это босс какой-то не просто там царь или что это как глава каждый глава знает в какой момент года его люди будут находиться в каком месте доточки что еще нужно а попробуйте представить себя что здесь жили белорусы здесь жили литовцы здесь жили украинцы здесь жили таджеки здесь жили узбеки здесь жили еще кто-то и попробуйте их поля и так далее армия проходит да что бы произошло а ты сплошные воины были бы надеюсь что это не зафиксировано то есть здесь вот те кто потом осел армия когда изнутря развалили страну появились казаки мы нашли в америке словарь казаков казаков кстати есть два казака вы остановите казаха и скажите как твое само название он сказал он сказал казак а чтобы их разрешить и чтобы никто не искал общности их назвали мадагин наши казахи и совсем недавно и сегодня казахи говорят у нас была великая древняя казахия которая простиралась но занимаясь все эти территории его главным начальником Чингисхан ну я иногда в интернете даю я думаю немножко чуть-чуть оглядывайтесь ну кто поверит вы же сами себя позорите так вот вот эта армия тысячами туда-сюда ходила останавливались на джирнавов на долгое время дважды останавливалась на московках мы только вот не смогли выяснить поскольку тут буквы и некоторые другие заменены по какой-то другой схеме мы еще туда не полезли их назвали мансуры манжуры сейчас манчжуры никакого манчжурства не было это были манджуры или мансуры мы еще на одной букве еще не можем уточниться и найти где у них были какая система была у них вот это комплекса обеспечения и так далее но мы их найдем на следующий год мы выпустим нового идем дальше вот бегая орда бежинская это мы по татарам баранов казан они продолжаются московь только нету вот что вместе москвы было у них мы так и не смогли вычислить да а теперь вперед чуть-чуть сейчас мы увидим как они шпионы нарисовали они вот это место плохо знали вот она пегарда бежинская ну мы по-русски написали пегарда вот она вот она чувствуете она схожа просто они неправильно его нарисовали чуть-чуть продолговать надо было и это место не так пока то вот так один к одному друг на друга садится так идем дальше вот бежин эта карта не мной придумана это в интернете есть вы можете стукнуть и найти бежин да это богатые сборы вот она здесь вот вот Африка ну немножко непропорционально вот Камчатка видите вот Урал да Кашпи и дальше двигаемся средней руки орда которая гвардия ханская гвардия которая всегда была рядом и было сделано так что одна орда вернее одна тысяча только проходит близко к этому на вторую полосу вставала другая тысяча тот уходит на следующем пустом месте резервированном становится третья орда вот таким образом в любой момент тысячи в руках полчаса все пятьдесят тысяч орда под рукой к этому времени уже ямчики разослали разные стороны в течение одной сутки армия полной боеготовности готов в любую сторону мы его специально на желтый свет покрасили дальше идем вот рядом с ним булгрия это обеспечивающая всем необходимым здесь разливается здесь ни одной московки мы только увидим в конце как можно а вот смотри где вот здесь сейчас он увеличится вот видите мишора нам говорят тоже между татарами и мишарами существует такая небольшая ну как это заминка его стараются расширить тишков чего-то хоть и хотел в одно время но мне в общем хочется с ним встретиться если кто-то меня сведет с ним мы с ним поговорили очень продуктивно на эту тему не надо раздроблять раздробление полезно только от ним силам надо им не нашим вот это мишора это прибалтика это те лесные люди которые обеспечивали углем гашеным углем чтобы железную руду больше ничем нельзя было в то время коксующийся уголь еще никому не слился а обыкновенно я металлургом калантом металлургом завода вынужден был работать в одно время я знаю что я знаю что без коксующего угля без коксующегося угля невозможно выплывить даже ковки чугун даже не то что ковки чугун серый чугун и то плохой получился если кто-то металлург есть знает а вот на древесном угле мой отец 1905 года он после 17 лет отсутки за диверсантство он 45 лет вернулся и у нас нашлепал четверо детей вот он в моем детстве еще сдавал в виде налога у нас лесные края уголь кошон уголь а родители в лесу рыли специальные ямы это назывался Каран мы нашли деревни Караны они все возле кузнецовок потому что кузнецы или тимирязовки мы нашли конечно несколько темирязовок которые названы в честь темирязова но их всего 4 остальные темирязовки названия уходят вглубь веков и никто не может назвать почему они темирязовки темирозы темирозы тибириз знаменитые в этом в турции все это темир это железо узы это пропущена буква твердая буква ка этой буквы сейчас у нас нет татар его тоже убрали когда кириллицы убили не нашли чем его заменить поэтому он у нас твердым ка остался а фактически это на ка а на выдохе вот русские тоже знают то потому что такого звука нету да я еле помню от своего отца что это звук был потому что он в медресе учился в то время это звук он поскольку он сохраняется в арабском они учили в медресе этот звук ну как полное название это киме куза куза кто в деревне жил знаете что такое куз куз вот отсюда и пошла кузница от этого слова пошло кузница это в интернете можете найти что это именно от этого слова куз это уголь который горит вот тебя да вот на этих кузах эти кузы ложили на кузну на кузну это слово тоже у нас выпало но куз сохранился на этих кузнах варили металл металл не просто металл а первокачественные самые лучшие как самурайские печенье булатную сталь что ли булатную сталь что ли булатную сталь на кузах тимир кузах вот димирузы оттуда тимирязовки отсюда кузны отсюда потому что на кузнах это делалось и японцы до сих пор так делают и я недавно нашел ну там пообщался с казахами оказывается у них в горах все еще эту технологией занимаются китайцы помните хотели сделать большой скачок ну чуть-чуть постарше покорение помню они же не выдумывали это это было продолжение того же незабытого ремесла да как добывать железо а вот вот эта карта будьте внимательны это как очень важно здесь мы оставили только московский красный москера московки и так далее и между ними видите синие рубляшки кто убежал они потеряли это одна из самых главных смотрите у них у каждого из них у вас там будет каменные бороды и вы просидите за каждым каменным бородом по координатной оси и вы увидите что вот они между московками ну тут могли минус плюс ошибиться потому что сетки такой нету и вы сидели там у нас уже глаза на ошибиться нельзя погубу вот смотрите это возле речи все они называются как каменная броды и больше нигде в мире бродов нету каменных бродов они только вот здесь и они смотрите куда идут до дальней границы большей пруссии они немножко мимо почему надо было вот это когда собиралась не вот так не по такому принципу сначала вот так шли одной колонны а потом на два разделились потом на три разделились и пересекают бунгарскую часть ну где татарстан астраханская земля мы сначала даже это удивились что в одном месте жировка жировка это же литовья ну как если там армия не проходит литовья а потом посчитали сколько времени потребуется чтобы быстрым маршем это пересечь за одну за одну за 1 сутки не пересечь следовательно надо остановиться наша остановка должна остановиться да со всеми удобствами чтобы она могла не потеряв силы с той же силы накормив лошадей дальше дальше да вдруг война уже вот здесь да поэтому здесь джейлевы мы эти джейлевы сначала я с ним неужели не сработало неужели мы ошиблись московых нет а джейлевы нужен был для того чтобы там переночевать чтобы их приняли там и так далее и так далее эту место мы сейчас довольно тщательно исследуем и уже находим что там ремонтная база точно так же было Барановка тоже была Казановка тоже была то есть это был комплекс который способствовал тому чтобы армия полноценно могла все свои дела здесь сделать а вот эти синие кружки я уже сказал это каменные породы некоторых случаях они у вас выйдут тошкищу мы так и писали тошкищу перевести на русский язык что каменный переход вот на днях я смотрел такая передача есть интересная путешественников на квадроциклах едут как называется на квадроциклах вот есть такая передача на квадроциклах ездят по всему миру и показывают брошенные места два дня назад я не успел записать они показывают каменный брод у нас я здесь описываю у нас один год такой дурацкой было это половодие сначала лед сошел но раньше были пруды помните да а потом вроде перестал а потом новая волна но низкая тоже сальданы оказывается некоторые пруды ушли позже разорвались и они сверху там у нас пороги а под ним было кишу урда кишу называется и эти камни туда свели моего отца самого такого мудрого человека знали бригадир вызывает нуры с своих сторон у нас и конюшня там и курятник и общарник их кормить надо после мостов нету через единственный соединяющий в две стороны кормить сейчас там умирать будут что не придумай пожалуйста ну ладно есть такой опыт он что сделал коротко это мы описываем здесь он сначала крупные камни там организовал с помощью этого же колхоза распределил что делать единственная полутора была привезли сначала покрупнее камни потом чуть-чуть помельче сверху гальку и все а то лошади туда заходят там камень тут сломалась тележка лошадь не туда наступил лошадь но каждую на счету и вот отец буквально за два дня они это сделали ну там сначала конечно колышкой забили чтобы всю ширину не сделать и вода не прибыли не прибыла почти ну может сантиметров на 5 поднялась или больше того и вот атакую точно показали там счастнейшая вода река течет быстрая и там посередине вот так камера показывает вот такую полугорку из камней здесь глубоко она не видно здесь глубоко вот передачи ну не успел я его жена приглашает меня она у меня правая рука она вообще знает что я знаю даже больше это твой каменный брод показывает какой мой каменный брод прибегаю успел увидеть надо же я рассказывал когда на сибири они строили насыпи поджелезные дороги под ветки он рассказывает такие места были вот его пересекает это сухое ну в некоторых местах разрушена какая-то дамба насыпь просто такое этот впадину через него это проходит весной говорит там или пусть и дождя много воды набирает через некоторое время смотрим эта вода вниз потихонечку сочится непонятно какая-то земля потом местные мужики рассказывали те кто сидели из тех краев северяки якуты и так далее они рассказывали что вообще это издревле пор и на речках такие вещи были только до верха не доходили а были вот такие места где насыпано крупными камнями а сверху мелкими камнями сквозь их просачивается а потом мы нашли алабуга сюда она не успела войти две алабуги когда вот таким же образом уничтожали ворожки корабли на повороте делаю нас из больших камней крупных самых крупных камней на повороте ну как будто бы глубокая земля да а глубокая вора идет глубокая вода корабль идет ничего не думая и а там камни внизу меж камней вода течет а сверху не видно но если даже успели подойти увидели дно корабля деревянные же корабли все вот две алабуги один из них сейчас называется чердын вот историю чердыни посчитайте а другая алабуга это татарстане и алабуга ну правильно алабуга 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 это значит через полосицу бык быком называли камни которые находятся в земле вернее в воде значит через через одну ну как через полосицу и перемешку местные люди вам могут даже рассказать кто чуть-чуть пограмотнее истории вам расскажут сколько кораблей там было уничтожено но там была военная крепость и до сих пор да чертовгородище называется и там сейчас уже открыли фундамент и что действительно был не просто башня вот смотрите мы этим мы это было проверочное слово мы убедились окончательно что эти московки что они находятся вот на этой линии не зря и что между ними сообщение было прямое но не может армия искать брод где-то где удобно вот река течет глубокая натаскали туда голыб самых больших а потом сверху чуть покрупнее помельче потом чуть-чуть помельче а потом сверху кальку снизу вода течет ну может быть на полметра на метр поднялась по краям в сибири реки как правило это камень да и здесь каменные дороги были вот вот в этой книге вы найдете вот по моему недалеко вот это вот снимка вы найдете выдержку из статей Киселева это священник московский который с горечью пишет зачем разрушить нашу историю а речь идет о четырехкилометровом может быть кто-то из москвичей это знает о четырехкилометровом километровом отрезке пути который сохранилась со времен великой татарии так называемой золотой орды который семьсот лет он там прямо пишет семьсот лет служила без ремонта вы представляете семьсот лет он сколько раз строит дорогу в год на следующий раз два раза в год и стоило а это семьсот лет и там прямо он пишет семьсот лет эта дорога служила кому-то говорит там бизнес надо было построить это же говорит наша история в каком месте в каком месте в каком месте в каком месте я не помню там я по моему место показал там фотографии мы приводим по моему ссылку даем вы по ссылке найдете такого человека найдете кто это писал это Киселев университет Киселев им отчество никому книжния ну там все написано если я даже ошибся я там фамилии вы все равно найдете извините а великий шелковый путь не совпадает с этим путем нет великий шелковый путь вы встретитесь с великим шелковым путем обязательно а есть такой леску то тоже придете домой леску от лоскута леску не лоскут а леску леску то он сибиря то дичь он коневод он перепомню то ли академик биологических наук который коней держал он в деревне вырос что такое не оставляет не класть я из теории монголи татарского ига а мы тоже разбираем когда это слово было применено как его потихонечку к нам притянули и так далее это совсем не надо было и мы вот этот леску то очень уважаемый человек очень грамотно человек я сам деревне вырос я знаю что такое кони и как подковы делать я помогал отцу пока наши это конечно не ушли вы стояли в очереди чтобы искупать лошадь вот он рассказывает как из монголии чингисхан а вот так и назвал железная железный спецназ чингисхан да вот ударить в интернете это выйдет даже 10 несколько так не скажете вот там в одной монографии рассказывает вот в чингисхан собрал свое войско там сегодня 4 миллиона живет людей сколько процентов населения многодетной семье сколько человек можно взять в армии он бы не набрал столько он с этого начинает он бы не набрал сегодня 4 миллиона а тогда же сколько сегодня несколько сотни он бы не смог набрать столько армии сколько сюда да он бы не эта земля не прокормила настолько лошадей чтобы все эти наложили дать и дураки что ли были золотардынцы это чтобы по пять лошадей отправились рекрутом в армию пять лошадей а вот должен вот и он рассказывает вот как они пусть опускаются путь сюда нельзя потому что здесь в году них попадает ни одна капля воды и это столько сот километров а лошадь выдерживает он приводит цифры и справочником что может выдерживать вот столько без воды без еды может вот столько выдержать человек больше чуть-чуть ну ладно человек выжил лошадь оставил там умирать и ушел дальше а дальше где что делать а где взять а там земля каменистая у него сотрется а в монголии проверьте нету никакого источника железной руды никогда не было и нету объявила ну там наши русские ученые говорят ну они обменивали что-то на скотину железные деньги в то время железные деньги на ходу были в этом в китае по источникам некоторым ну если им верить якобы они обменивали железные деньги и из них ковали оружие и доспехи для лошадей и для людей это сколько тонна сколько тонн нужно было по на попковой на гвозе сколько разно считает сколько грамм стоит сколько килограмм и варит но невозможно вооружить вот такую армию и как вести за собой вагоны воды чтобы лошадь в условиях к тяжа там где пустыня может потребляет воду намного больше чем до отравления с собой нужно фуражеров это значит снова столько лошадей на сколько теле до этих родителей этих он отказывается по этому пути я рекомендую щенгизхан не ходить и щенгизхан не дурак чтобы по этому пути идти на погибли он на полпути погибнет он выбирает другой пошел плоскоборье по которой никак невозможно пройти это в советское время еле-еле там туннели пробивали это железо дорогу невозможно пройти тоже без воде тоже кушать нечего кормить надо а где взять бог то снега это только богоизбранным манну невестно от проблем а здесь ты металл это я защитил и по их нему понять то есть не откуда же помощь и вот он шелковый путь выбирает давай китай торгаемся и он рассказывает ширину этого шоку пути сколько там водоемов и говорит что там какая пропускная способность сколько людей могли пройти какой караван мог пройти но армия там никак не может пройти ну ладно пробились там вертолеты немцы помогли пересекли каким-то образом о кабалхах уже прошли оба хаш соленых вот не хотят пить а дистиллированную воды еще не придумали конди сиренова ну вот у него теперь вот опять какая-то глупость ну ладно у них ложки подохли они пешком пришли а и стали нанимает местных жителей а они же кровожатные там в истории написано что и вот теперь этот уничтоженный народ восстал воскрес их жон там над их женами надругались кто остался они с удовольствием садятся на своей коне и с химисханом идут воевать но так это смачно пишет с такими данными я считал хохота ну молодец мы его приводим выдержках самых таких интересных места приводит а тюрка вот адрес это арабский ученый правая рука халифа у арабов дела пошли плохие ну это из-за ирана потому что иран откололся от мусульманского мира а там шеизм но это тоже сделали те же людей надо им не наша и вот в этот момент самого умного своего руководителя отправил халиф искать помощи у тюрков говорят что они прекрасные воины и вот он пишет о них постепенно постоянно отчет в интернете есть аль-джаги ступите о тюрках или отчет аль-джаги за халифу отец вот он там пишет вот я просто о том какие-то люди были тюрки не знают невести ни обмана не лицемерии и наушничество не пиратство не притворство не клеветы не высокомерие к близким не притеснение со товарищей они не подвержены пророку ереси а порогу ереси не присписывают имущество по причине различного толкования законов больше всего разнотолкования законов применяют кто чтобы отнять чужое имущество вы знаете исход как как начинался исход из египта посчитайте особенно в островской библиотеке на нас почитать а потом еще расстрелиться али они им дал команду зайти к соседям выпросить у них потому что люди доверчивые они не знают вы просите у них до завтра до послезавтра самые драгоценные драгоценности что мы вернем у нас деревне а на другой день путь то есть все богатство этой стране алиса а вот на это араб все-таки ну хотя арабы а ведь верили-то камеры а арабы признают только аллахом а аллах от из какого слова состоит а а единственность пила а вы помните его кто в деревне же было 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 это татарское слово и христос при смерти и говорит тело кароническое ты что со мной делаешь ты со мной что же на кого-то меня оставляет у вас статье в биржеиста инциклопеде написано аллах тире аллах имя бога а потому что означает единственность и вот этот джадий запад она отправлять час я понял перерыв надо сделать врага рассчитать я пила семаката византийский историю ну кто-нибудь может слышал про него да потом пишут тюрки превыше всего что огонь посчитает воздух и воду и все эти люди относились писать на на воду нам категорически это уж я пару писать на огонь да и так далее так далее это только от хуже место очень никуда потому что все священно поклоняюсь уже единственному тому кто создал небо и землю и не за и называет его богом разница с христианством есть нет ему в жертву они приносят лошадей но русские это не делают быков и мелкий рогатый скот мелкий скот и своими жрецами ставят так кто по их мнению могут дать им предсказание о будущем а вот михаил сирийц ну вы знаете сирия как образовалась это крестовые походы и там христиане закрепились ну сейчас из-за этого идет война вот михаил сирийц пишет он историк победавший много чурки всегда проразглашали единого бога они считали видимый небесный свод богом а вот мы говорили что они не считают это богом кто создал небо это не одно и то что немножко ошибка вышла но может переводчик направить видимый небесный свод богом они полагают что небо есть единственный бог на мире хорошо запомните